Конструктивная беседа. Общероссийский народный фронт провел выездное совещание с представителями ЧИТА и Энергосбыта по вопросам начисления платы за ОДН. Конструктивной беседы, мягко говоря, не получилось. Сначала 40-минутное опоздание энергетиков, после выяснения организационных вопросов. За ходом диалога энергетиков и общественников наблюдала Галина Соболева. Принять решение или выяснить отношения. Ни одного вопроса так и не обсудили, зато поругались в сласть. В итоге совещание превратилось в игру «Кто кого перекричит». Так как сегодня у нас выездное совещание с разрешением руководства ЧИТА и Энергосбыта, мы хотели конструктивно поговорить на все проблемные вопросы, обсудить эти вопросы, четко, ясно дать ответ жильцам. Конструктивно понятие растяжимое. Вместо вопросов и ответов слышались обвинения в бесчеловечности и несправедливости в одну и в другую сторону. ОНФ прикрывались указом президента, в котором написано, что все действия должны быть направлены на создание комфортной жизни населения, ЧИТА и Энергосбыт постановлением правительства, по которому и рассчитывается потребление общедомовых нужд. Нужна ясность по общей картине в городе. Почему этот такой вал пошел? Это же просто обдирало, грубо говоря, и люди уже не могут терпеть это. То есть вы спрашиваете, как, да, они вам говорят, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации. А мы дальше им задаем вопрос, но если чисто по-человечески, вы знаете, я очень часто хожу в суды, и когда там мне судья, она все время говорит, а покажите, какая статья чисто по-человечески. А нету такой статьи, понимаете? Давайте так, так, знаете, уважаемые, да, прекращаем. Давайте, давайте. Мы, значит, по пятому вопросу не услышали ответа. Где проблема-то, где ее искать? А какие пути решения вы можете предложить? Тут не то, что вы пришли, вас нечего взять. Ну, не знаю, как показать. Вы не слышите, вы не слышите о том, что я сейчас сказала вам. Вы не хотите этого понять, чтобы люди понимают? Вот мы-то как раз понимаем это, и люди уже наконец-то стали это понимать с участием работы и управляющих компаний. Наконец-то стали это понимать. В итоге никакой ясной картины так и не сложилось. Верхние чины как ругались, так и ругаются, а жители города по-прежнему переплачивают за общедомовые нужды. И как собираются решить проблемы в ходе таких вот совещаний непонятно. Галина Соболева, Александр Даукша, Первая альтернативная.